Друзья, всем привет! С вами Fashion Vector Design и я, Чайковская Екатерина. Сегодня расскажу вам про обновления, которые мы видим в Adobe Photoshop. Хочу вам сразу напомнить, что вам нужно обновиться до самой последней версии Adobe Photoshop, это 25-я. И раньше генеративные развертывания, генеративные заливки были доступны исключительно только в бета-версии. Сейчас это все внедрили в основную. Давайте посмотрим. Очень интересно, что несмотря на то, что я не первый раз запускаю программу, мне все равно предлагается обучение. Сейчас мне откроется картинка и мне начинает рассказывать здесь много всего интересного объяснять. Не буду ее слушать, буду просто вам показывать, как работать. У меня есть задача, которую я бы хотела сделать. Я хочу нарисовать избушку на курьих ножках и программа не понимает, что это такое. Я пробовала взять и создать. Нарисую мне избушка на курьих ножках. Притом пишу по-русски, это русифицированная версия Adobe Photoshop и, соответственно, нейросеть, которая встроена внутрь, тоже понимает по-русски. И избушка на курьих ножках. Я это все вот так делаю. И программа, в общем-то, не очень понимает, что я от нее хочу. Я уже пробовала это делать, поэтому сегодня мы с вами создадим такой сказочный пейзаж при помощи Photoshop. Делаю именно с пейзажем, потому что, ну, как-то она не очень понимает все остальное. Ну, вот такие вариации она выдает. Как вы видите, к избушке на курьих ножках мало это имеет отношения. Но хочу обратить внимание, смотрите, как она четко вписывает в пейзаж то, что у нас происходит. Вот. Мне это не подходит, поэтому я это все радостно удаляю. Не хочу это использовать. И сейчас я выберу вот этот кусочек, он мне мешается. У меня появилась генеративная заливка. И я просто без запроса, без ничего говорю, слушай, вот эта ерунда мне мешается. Давай мы ее отсюда уберем. Просто предлагаю ей сгенерировать что-то новое. И смотрите, что сейчас у меня сделает генеративная заливка от Photoshop. Это обучающая картинка, которую мне предоставляет непосредственно Photoshop. Я на ее основе и делаю. Смотрите, три варианта. Можно выбрать любой, какой вам нравится. Ну, например, мы оставим вот этот. Теперь еще одно штучка. Я понимаю, что я хочу изображение горизонтальное, а не вертикальное. Но зачем мне вот эта горизонтальная заливка? Вот здесь нужно обязательно выбрать генеративное расширение. И попросить посчитать мне, а как ты можешь мне предложить расширить это генеративное расширение. Сейчас я создам себе пейзаж. И у меня будет более широкое изображение. Могу выбрать тот формат, который мне нужен. И программа сама посчитает мне, как это все расширить. Смотрите, какая прелесть. Либо так, либо так, либо так. То есть, ну, я могу сюда в море уходить, могу не уходить в море. Вот такие разные вариации. То есть, я могу... Вот здесь что-то домик у него разбойнул как-то. Вот. Выбрать то, что мне больше нравится. Потом я могу продолжить свои изыскания и сказать, знаешь что? Вот нарисуй мне здесь, например, лес. Хвойный лес. Хвойный лес. И программа мне сейчас предложит здесь хвойный лес. В чем феноменальность того, что они сделали и то, как они внедрили. Посмотрите, насколько бесшовно. Вот я вам покажу эту картинку. Вы никогда не догадаетесь, что я ее как-то расширяла, что-то с ней сделала. Настолько гладко, чисто оно все происходит. Так, с хвойным лесом у нас беда. Она не поняла, что я от нее хочу. Давайте я просто попрошу ее создать лес. Лес. Такое иногда бывает. Программа не на все обучена. Например, я общалась со многими нейросетями, которые есть. И практически никто из них не понимает сорти грибов. Я просила создать мне подберезовик. Подберезовик они слова не понимают. По-английски, по любому языку переводишь, они не понимают. Также и здесь есть особенность. Видите, не хочет она мне лес создавать. Давайте мы вот такую особенность туда в гору вставим. Оставим. Сейчас я хочу убрать вот этот дом. Я его просто выделяю и говорю генеративная заливка и генерировать. Когда вы ничего не прописываете, что вы хотите туда вставить, то программа сама начинает придумывать, как заполнить это пространство, чтобы убрать тот объект, который вы выделяете. Вот мы сейчас с вами это выделим и посмотрим. Естественно, если бы я работала классическими инструментами в фотошопе, у меня бы это заняло огромную кучу времени. Вот смотрите там. Был дом, стал дерево. Отлично, мне нравится. Так, выбираю размер и хочу сделать деревянную избушку. Есть еще такой момент, что картинка сама автоматически, точнее программа сама считывает картинку, с которой вы работаете, ее стилистику и, естественно, не предлагает мне какой-то домик, нарисованный карандашом. Она мне предлагает домик, актуальный именно для этой картинки. Вот смотрите. Во. Вот. У меня сделалось. Мне нравится. Теперь вот сюда я буду пытаться создать куритые ноги. Куриные ноги. Я не знаю, сможет она это сделать или нет, потому что моя была идея именно избушка на курьих ножках. И как она это воспримет, и как это сделать, я не знаю. Но мы с вами сейчас попробуем и убедимся, что получится. Притом, все мои генеративные изыскания, они у меня создаются новыми слоями. Так, ну понятно, это невозможно для ноги у дома. Давайте у дома. Для генерации это не подходит. И, кстати, это очень хорошо, что у меня это получилось, потому что вы видите, что, естественно, генерация не бесконечная, у нее есть ограничения. И здорово, что вы это посмотрели. Но вот расширение изображения, стирание каких-то кусочков, ну да, с ногами как бы беда. Не хочет она генерировать нормальные ноги, но это нормально. Тогда остановимся на этом. Соответственно, смотрите, моя избушка на курьих ножках, избушка получилась с куриными ножками, у меня проблема. Что мы еще можем сделать? Мы, например, можем расширить зону, в которой у нас море. Мы выбираем. И вот с этим она справляется прекрасно. Я просто пишу слово море. Прошу генерировать. И абсолютно классно, бесшовно, четко вставленная, с тенями совсем. У меня вставляется эта часть. Я уже пробовала работать с этой картинкой. Она действительно потрясающая. Это то, что внедрили Adobe. И я уверена, что это будет продолжать развиваться. Это генеративные заливки. Работают они совершенно прекрасно в фотошопе, есть и в иллюстраторе. И сейчас есть много нейросетей, которые с этим совсем работают. А вот как было до. Да? Чтобы было сравнение. Вот такая история. Так что ставьте обновление, используйте, и вы сами удивитесь вообще вау-эффекту, который можно делать. А картинку можно сохранить и в дальнейшем использовать для чего бы то ни было. Я уже молчу о том, что в предыдущих версиях была замена неба и так далее для того, чтобы это сделать. Напишите мне свои комментарии от этого обновления. А я еще раз напоминаю, приглашаю вас на вебинар по нейросетям, потому что я показываю нейросети, которые внедрены не только в группу компаний Adobe, Illustrator и Photoshop, но и другие нейросети. Я думаю, что вам будет интересно. На этом все. До скорых встреч. Пока-пока.